Радио Болтком Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа «Встретились, поговорили» Сегодня мы встречаемся и говорим с очень интересным человеком Поэтесса Лилия Виноградова Есть такое понятие и поэт-песенник Который сочиняет тексты песен для очень многих исполнителей Вот сейчас мы поговорим, какое количество и какой диапазон Лара Фабиан, Хворостовский исполняли песни для Игоря Крутого, Дмитрия Маликов С которым, я понимаю, наша гостья вообще знакома с самого-самого детства Потому что папа был, Юрий Маликов, гостем вашего дома, да? Совершенно верно, да, доброе утро, во-первых, добрый день всем Здравствуйте Здравствуйте Вот, может быть, действительно начнем с дома, где были Вот я просто сейчас начну перечислять Там и Давид Тухманов, и Михаил Тарвердиев, и Александр Градский И кто еще, наверное, Лев Лещенко Наверное, были огромнейшее количество Да, было много замечательных гостей, но просто в силу деятельности моей мамы Так тут никакой моей заслуги в этом нет Просто довелось родиться, что называется, вылупиться в этом гнезде И, соответственно, с детства мне посчастливилось быть знакомой И быть дружной, и быть учиться, перенимать И как бы напитываться от замечательных людей А что это действительно дает, когда, ну вот, большого калибра люди С огромным кругозором приходят в дом И вот, ну вот, за дружеской беседой Ведь это, может быть, даже покруче мастер-классов То есть это вот такой жизненный мастер-класс Который сразу ставит какие-то планки Ставит какие-то цели в жизни Ну, совершенно верно Ведь самый лучший способ научить Это, собственно, и пример Не лекции, не норовоучения А просто-напросто вот как сам живешь Так от тебя и перенимает молодое поколение Ну, собственно, так эти замечательные люди и делали Никто особо ничего у меня не учил Как щенка, ни в какие лужи не тыкал Просто вот дышать одним воздухом Слушать разговоры, что называется, взрослых людей Поначалу взрослых, потом как-то достаточно рано Я сама стала взрослой, даже сама не заметила И, с другой стороны, я осталась девочкой, в общем-то, с ребенком в какой-то степени Вот, и просто очень высокая планка задается с самого начала А потом уж это дело твое соответствовать этой высокой планке Каким-то определенным эталоном И как-то стараться в жизни не уронить И держать фасончик, как говорится Но ведь, с другой стороны, вот, когда приходят люди в гости Они раскрываются с другой стороны, ну, совершенно неожиданно То есть мы часто, ну, видим на каких-то официальных там мероприятиях Люди, понятно, играют социальную роль А когда они оказываются в домашней обстановке, ну, или в гостях Они совершенно по-другому Вот кого вы узнали, увидели, может быть, поразило с другой стороны Какие-то интересные границы Ну, вы знаете, эффекта поражения, потрясения не было Потому что это было нормально То есть, ну, как ты не удивляешься тому, что твоя мама Или твой близкий родственник Или какой-то совсем близкий друг семьи Выглядит так, а не иначе То есть человек в телевизоре, вот ты сегодня там включаешь Какую-то условную утреннюю почту А завтра с этим человеком пьешь чай У себя дома То, ну, как бы это вот такая данность Это как дождь и снег воспринимается совершенно нормально и естественно Но смешных случаев было предостаточно Ну, например, вот у нас была У моей мамы всегда были поделечки, собаки Мы собачники Вот, ну, правда, и кошатники тоже Но, в общем, у мамы всегда были поделя И вот поделя Гаша была у нас Она была такого своеобразного характера Такая девушка с характером И не всех любила И Лев Алерьян Члещенко У них тоже был пудель И он тоже собачник И обожает собак Но вообще, надо сказать, что для нас это как бы И с мамой, и для меня, и для дочери Для моей это большой показатель, как люди относятся к животным То есть я с большим недоверием отношусь к тем, кто животных не любит Или к тем, у кого с животными отношения не складываются Для меня это очень важно То есть собака, кошка Это лакмусовая бумажка Такая как бы хорошести, порядочности людей Сейчас, может быть, кто-то меня осудит Но я как бы от себя и про себя Вот, и Лев Алерьянович как-то раз Вот Агаша у него буквально с вилки В прыжке украл кусок колбасы Ну и, в общем, и ничего Дальше он попытался скормить и всю оставшуюся колбасу И почёсывать, и начёсывать И целоваться, и обниматься Вот, с собакой Ну, многие другие Там Дима Мальков застрял у нас Не мог выйти из ванной Просто сломался ключ в замке И, в общем, что-то произошло И мы с ним были вдвоем дома И я, в общем, стала метаться А он немного страдает клаустрофобией Боится замкнутого пространства Ой, кстати, у нас с ним ещё один был в лифте Случай смешной Вот, и я выбежала к соседу На лестничную клетку У нас Владимир Николаевич напротив жил Я говорю, Владимир Николаевич, ради Бога, помогите У меня товарищ, мой приятель, друг застрял там в туалете Никак не может выйти И он там пришёл с инструментами Открыл дверь, а там стоит Мальков В общем-то, говорит, ой, спасибо, больше меня спасли Ну, он немного не ожидал Увидеть этого человека, в общем-то, за дверями Ну, и таких случаев было довольно много смешных Наверняка ведь Я знаю, что в одном из интервью вы говорили, что вас поразило Ну, вот, что Таравердиев был совершенно Ну, обладал многими другими талантами И, в частности, был талантливым фотографом То есть то, что... Разумительные фотографии он делал Ну, высоко художественные, подлинно достойные выставок И фотоальбомов, и галереи И был, в общем, серьёзным, практически профессиональным фотохудожником Да Но он обладал ещё массой других талантов и способностей Он был потрясающим спортсменом, например, все водные виды спорта Например, водные лыжи, и виндсерфинг, и горные лыжи Ну, он был человеком возрождения, так можно сказать Вот я понимаю, что мы не можем, мы не сможем обойти вот этот факт вашей биографии Который наверняка ты ещё раз вот рассказывали Но, тем не менее, для наших слушателей Это то, что в 21 год, вот вы остались в этом... То есть итальянский этот период начался с 21 года И это было какое-то, ну, такое вот спонтанное практически решение, я понимаю, да? То есть это было вниз... Ну, вот жизнь изменилась, вот переменилась на две части С чем это было связано? Ой, я откровенно говоря терпеть не могу об этом говорить Ну, давайте так отвечу С чем это было связано? Было связано с целым клубком исключительно личных, моих собственных личных причин И продиктовано моим совершенно безшабашным, я не знаю, безумным характером И моим тотальным отсутствием чувства риска, чувства опасности И абсолютным отсутствием страха как такового тогда Ну, я и сейчас, в общем-то, плюс-минус такая же, а в те, знаете, в 21 год и подавно Поэтому это было совершенно вот одномоментное решение Вообще, мне кажется, что внутренний голос и чувство интуиции, способность услышать и понять самое себя Даже самые какие-то сокровенные, тайные и не совсем слышные движения внутренние Есть залог успеха в жизни человека Потому что послушай всех и сделай по-своему Ну, это сейчас, знаете, так долго рассуждать Почему я не люблю об этом говорить? Потому что очень много рассуждений Это нагромождение слов и измышлений, которые к конкретному действию мало имеют отношения То есть это как бы задним числом объяснять, почему Вот в 21 год человек остаётся, ну, просто в другой стране Но при этом итальянский есть язык Никакого итальянского у меня не было Нет, французский был, да? Французский Да, ну, а итальянского, значит, вообще? У меня были только музыкальные термины, как у всех музыкантов были Я знала только вот, как известно, язык музыки – это язык итальянский И все музыкальные термины итальянские Я сразу вспоминаю, это был про кого только? Вот про Дюма или про Писпасад, который оказавшись в Италии Он мог с извозчиком изъясняться только вот этим музыканом быстрее Ну да, Олегро Модеррата, да-да, Преста, да, и так далее Да-да-да-да, ну, так и я, в общем-то, так же Ну, французский у меня был очень хороший, да, да, французский помог Но затем итальянский, на итальянском вы начинаете сочинять и писать То есть и книги издавать на итальянском Вот каким образом это вот такое, ну, вот Какие-то такие вот возможности открываются в человеке Или это были вот лингвистические такие способности? Я думаю, что билингвизм и вообще многоязычие, оно, ну, базисно должно быть либо заложено Либо сложно, наверное, это как-то развивать Потому что, ну, это как любые другие способности Не думаю, что в этом есть некая личная заслуга моя Ну, просто вот я, что называется, уродилась с такими исходными данными Я очень дружу вообще с языками Я очень люблю язык как таковой Явление, явление, как бы доброе мироздание Мне кажется, сначала создала язык, а потом вообще человечество стало развиваться Потому что, и ни в коем случае, как по-бродскому, да Поэту родина язык, но не только поэту, вообще любому человеку Язык, он не только родина, но и жизнь самая Поэтому надо, конечно, я призываю всех и каждого, начиная с тебя, разумеется Очень внимательно, трепетно, с любовью, уважением и с благоговением Относиться к любому языку, тем более к родной речи Но вообще любой язык предельно важен И что касается, например, деток Чем больше, чем богаче языковая среда, в которую погружается ваш ребёнок Тем больше у него шансов вырасти многогранной, интересной Многоструктурной, многослойной личностью Не надо бояться множества языков в жизни ребёнка Это замечательно Чем больше языков ребёнка, тем интереснее он мыслит И тем богаче инструменты в его руках Мы вот как раз говорим на очень актуальную для Латвии тему Поскольку здесь, в самом деле, и немецкие, ну, латышские, но и немецкие, русские языки Это прекрасно Это прекрасно Начнём с того, что я должна просто признаться в любви Не потому что я сейчас нахожусь в вашей гостеприимной студии В прекрасной Риге и в Латвии Я очень люблю эту страну, очень люблю этот город Мне невероятно комфортно, приятно, радостно, интересно И всё очень мне по душе здесь, в вашей прекрасной стране Спасибо Которую желаю, конечно, процветания Ну вот, может быть, какие-то лайфхаки, вот если можно так выразиться По поводу изучения языка Для, может быть, для людей, которые, ну, изучают, приехали в Латвию, изучают латышский язык Вот как освоить Ведь, по-моему, Шлиман ходил в церковь на богослужение, чтобы изучить другие языки Например, ну, богослужение, опять-таки, смотря на какое богослужение Смотря какой культ исповедовать Потому что каждое богослужение же, оно, в зависимости от языка богослужения Вот, ну, сейчас, как бы, давайте отойдём от религиозной направленности Потому что это очень узко Это очень узко А я бы расширила спектр Мне кажется, что, во-первых, надо понимать, что если ты приехал в любую страну В какую бы страну ты ни приехал Будь то Латвия, будь то Америка, будь то Россия Ты должен понимать, что первейшая твоя задача – это изучение национального языка И ничего важнее для тебя быть не может То есть это сначала, а потом всё остальное – трудоустройство, как угодно Вначале ты должен, ты просто обязан освоить язык страны, в которую ты приехал Ну, опять-таки, я умоляю, никому ничего не навязываю, кто я такая, чтобы вообще кого-то, чему-то учить Я просто делюсь с вами собственными наблюдениями Могу говорить только от себя и про себя Вот, это первейшее Во-первых, это дань уважения стране, в которую ты приехал В которую, в общем, тебя никто не приглашал Да? Ну, даже если тебя пригласили Всё равно ты Ну, ты должен, одним словом, знать язык страны, в которой ты находишься В Италии же было очень сложно, я понимаю, что потому что итальянские регионы, они отличаются языком Ведь насколько вот тоже… Ну, это диалектность Италия – страна объединённая не так давно И итальянский язык достаточно молодой, как мы знаем, в контексте европейском, историческом, да, достаточно молодой, достаточно новый язык итальянский Потому что, безусловно, Италия разбита на территориальные диалектные зоны, и диалекты разнятся невероятно То есть в пределах там 5-3 километрах уже могут меняться какие-то слова и какие-то фразы А житель, скажем, города Палермо и житель города Бергамо, например, если каждый будет говорить на своём диалекте, они просто друг друга не поймут вообще То есть нет ни одной точки соприкосновения лингвистической Вот, а я всё время вот про Фальдина из Бергамо Ну, например, да, 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 как все, в общем, русскоязычные люди, да, мы знаем прекрасно Гальдони, да, в переводе, забыла, в чём переводе, ну, вот Но существует литературный итальянский язык общенациональный, это язык телевидения Говорят, что Италию объединил не Гарибальди, а телевидение В 50-х годах, когда телевидение пришло в каждый дом, и телевидение это говорило на одном общем национальном итальянском языке Вот, но опять-таки давайте расширим, я предлагаю расширить немножко горизонты Помимо Италии, там, скажем, и в Латвии 2-3 языча актуально, и вообще на всём постсоветском пространстве это актуальная тема Существует независимое государство со своим независимым языком государственным, национальным Поэтому все будьте любезны его изучать и знать Тут уже к бабке, как говорится, не ходи А как это уже каждый должен изыскивать для себя какие-то удобные формы Например, я приехала в Италию, что я сделала? Я просто поставила себе за правило читать по-русски только русскоязычную литературу Исключительно Всё, что написано изначально на другом языке, я просто заставляла себя читать не по-французски, мне язык хорошо знакомый, а именно по-итальянски Я покупала газету, например, Эко де Бергамо, Эха Бергамо, и прочитывала её от корки до корки, даже не понимая ни слова, но вот брала количеством, что называется Просто читала вот тупо, знаете, берёшь и читаешь вот от начала и до конца, включая там анекдоты и гороскоп на последней страничке И сколько прошло времени до того момента, когда вы стали писать, сочинять, то есть вот меня всё поражает, что в принципе ведь это же Очень мало Это же творческий процесс, чтобы вот сочинять на другом языке, то есть понимать его мелодику, грамматику, то есть вот к соединению, сочетанию слов Ну это, знаете, вот присваиваешь, присваиваешь себе, как-то метаболизируешь, вот язык становится неотъемлемой такой, интегральной частью тебя Вот, ну а как, когда это происходит, я не могу, к сожалению, даже этого вам рассказать Разница вот в том, что является поэзией и является вот текстом песен, вот если это две разные профессии Абсолютно, абсолютно две разные, это две разные профессии, это два разных жанра, это две разные философии, это две разные техники Это, ну, это две разные вселенные, вот так я вам скажу То есть можно сказать, что вы вот поэт-амбидекстер, который может и так, и так писать Я тут тоже, да, би и три А вот что, если вот приходит, например, не знаю, условно говоря, условный Игорь Крутой, который предлагает поучаствовать в проекте Написать, пишется эта музыка на рыбу или это? Меня нет, я делаю только по текстовке По текстовке называется процесс написания текста на музыку Подтекстовка, то есть ты подтекстовываешь, ты пишешь слова на уже готовую музыку Я работаю только так в музыке У меня есть только две песни, которые написаны наоборот То есть сначала текст, потом музыка Все остальное, музыка для меня первичная, так всегда было, так я думаю, что так уже и останется То есть получается, что сама музыка, она рождает вот этот ритм, рождает... Да, все, рождает буквально все Из музыки растет все, все ножки и все ручки, вся голова, все уши и прочие органы растут из музыки Хотя вот, если кто вспомнит фильм «Рокетмен», там как раз-таки мы видим, что ситуация обратная Там Элтон Джон, увидев текст Берни Топпина, вот у него сразу рождается музыка наоборот в голове Ну это на заре карьеры Элтона Джона Насколько я знаю, в дальнейшем у Элтона Джона тоже много песен, написанных именно по принципу подтекстовки Но опять-таки, нет никаких законов неприложенных, то есть доктор никому не прописывал работать именно так То есть каждый автор, каждый художник, каждый, не знаю, поэт, композитор, автор-исполнитель Каждый должен работать так, как органично имманентно присущий именно ему Но обратный вот момент, когда берут произведение поэтическое, которое уже у всех на слух Которое издано, у классических, ну не знаю, условно говоря, Алла Пугачева и «Свеча горела» Пастернака Вот это имеет право на существование, когда текст поэтический, который у людей был всегда Или там вот, например, тексты Мандельштама, те же самые Или там Рязанов берет, открывает сборники стихов и ищет, из чего можно сделать песни Мы знаем такие успешнейшие примеры, например, Микал Леонид Штаривердиев, который взял стихи Больших поэтов и превратил их в шлягеры, в хиты, которые известны людям, никогда в жизни не открывающим Не открывшим ни одного поэтического сборника И я имею в виду саундтрек, все песни к кинофильму «Ирония судьбы» или «С легким паром» И люди, которые, отродясь, не знали, кто такая Марина Цветаева, тем более в Советском Союзе, где все эти поэты были глубоко И, как нам тогда казалось, навеки запрещены Тем не менее, он взял и эту большую поэзию положил на свою не менее большую музыку И получились всенародные хиты Бывают ли такие примеры? Вот, пожалуйста, бывают Но я все равно глубоко убеждена в том, что эти замечательные примеры лишь подтверждают те самые исключения, которые подтверждают правила Я думаю, что стихи — это стихи, а тексты для песен — это тексты для песен Можно ли провести параллель? У меня вдруг появилось вчера, когда я готовился к интервью Как человек читает книгу, и он домысливает, и появляется фильм в его голове Точно так же, когда он читает стихи, может быть, мы не сочиняем песню, но они звучат в каком-то определенном у нас ритме И это тоже оставляет простор фантазии Конечно, конечно. Чем прекрасна поэзия? Она безгранична Каждый человек, который читает то или иное стихотворение, остается один на один и превращается в такого маленького вершителя То есть ты становишься центром этой вселенной, ты ее себе присваиваешь Тебе поэт делает такой подарок Ну, опять-таки, подарок несознательный Потому что мне кажется, что все, что пишет поэт, он пишет исключительно для себя Вот еще кардинальное отличие стихов от песен Песня – жанр исключительно народный Ну, поп-музыка, то есть народная музыка То есть музыка для народа, музыка для людей Песня пишется обязательно для людей Если песня не нравится людям, то это плохая песня Но она просто не получилась А стихи вообще совершенно не должны, не обязательно должны нравиться миллионам, миллиардам Ну, это очень интимно Это очень голое Это очень без кожи Поэтому стихотворение – это обращение, по сути, делает разговор перед зеркалом Ты сам с собой говоришь Но в этом зеркале может отразиться любой читатель Были ли случаи? Вот Акуджава страшно возмущался Ну, вот он приводил пример, что какой-то композитор взял фрагмент его произведения И сказал, что «Ну, а остальные мне не нужны» И он, в общем, ну, как бы очень был уязвлен этим И приводил пример плохого сотрудничества и плохого использования Я знаю, что вот у Земфиры Джозеф недавно она взяла просто два стихотворения Бродского Где, взяв несколько стров из одного, несколько из другого Как-то она их смикшировала Такой мешап получился Вот это возможно ли такое вольное обращение Вот с поэзией, которая, ну, как бы не твоя, не для тебя Вот написана Ну вот Земфиры же так сделала, значит, возможно Ну да, но Всё возможно Я не говорю, что возможно ли это физически, а возможно ли это с моральной точки Правильно ли это? Правильно ли Я думаю, что тут мерило только одно Насколько убедительно Вообще искусство, как бы, давайте исходить с того, что искусство – это всё вкусовщина Искусство – это не наука Ну вот математика – это вот, ну, два же, да два, да Лобачевский нам доказал, что параллельные прямые могут пересекаться, например, до Лобачева Мы думали, что они не пересекаются, вот бац, они пересекаются Это научный факт Химия, да, вот формула Искусства же нет Поэтому, как можно сказать, это правильно, это неправильно Да Бог его знает Да всё правильно, всё хорошо, что хорошо, что нравится Вот, что услаждает слух, что напитывает воображение В чём находят люди подтверждение своих мыслей, своих чувств Чёрт побери, так это же, вот же у меня было это на подсознании Я просто сказать не мог, не сформулируюсь А вот же, вот же оно сказанное, вот как здорово И тогда это правильно Когда нет этого эффекта, значит, неправильно Насколько бережно, насколько с уважением, с пиететом Можно относиться к большим текстам Вот, ну, например, был в советские времена Мега-хит в исполнении Софии Ротар Музыка прекрасного моего хорошего друга, товарища Владимира Матецкого Взял стихи большого русского поэта Арсения Тарковского Да И сделал из него советский шлягер Вот и лето прошло, да Ну, кому Ну, представьте, да, миллионы советских людей Кто из этих миллионов знал, кто такой Арсений Тарковский? Ну, в «Сталкере» звучало до, по-моему Ведь это было до песни Читали как раз стихотворение Ну, в «Сталкере» Это мы с вами «Сталкер» смотрели Много ли народу советского смотрела С любовью смотрела «Сталкер» Внимание, вопрос Что-то мне подсказывает, что Были как бы не миллионы А вот Но песни это То есть, возможно ли это, хорошо ли это Наверное, да Наверное, хорошо Наверное, хорошо Мы вот сейчас приближаемся к тому моменту Когда я все-таки вас хочу начинать Вот пытать по поводу того вот Сотрудничества Вот с Ларисой Долиной, например Ну, вот с Дмитрием Маликовым С Хворостовским Вот насколько Ну, с каждым из них Вот приходилось находить свой язык Приходилось, ну, как бы подстраиваться под кого-то С кем было сложнее С кем проще работать Вы знаете, я думаю, что я предельно везучий, счастливый автор Ну, человек и автор Подстраиваться Не приходилось никогда А понимать И выбирать верные интонации Безусловно, всегда В каждом отдельно взятом случае Это необходимо Потому что, опять-таки, законы жанра Диктуют тебе соответственные законы И правила поведения То есть, если ты не способен В этом контексте существовать Не надо за это дело браться Занимайся чем-то другим Пиши стихи И не лезь в эту историю Если ты пришел в эту историю Вообще, надо понимать, что в песне Поэт, это, знаете, я всегда говорю Поэт, это последнее колесо в телеге Потому что выходит на сцену артист Артист И все, что мы делаем Все, что мы пишем Мы пишем для артиста Артист должен быть органичен С этими словами на устах С этими нотами пропетами В этой аранжировке Поэтому все мы, кто делаем Все люди, которые задействованы В процессе создания Конструирования Производства Даже, я бы так сказала С точки зрения продакшн Трека Мы должны понимать Что мы работаем на и для артиста То есть, можно ли сказать Что написание поэзии Это творчество А это ремесло Или все-таки здесь тоже Ну, а без ремесла Не может быть и творчество Потому что Это вот Я так вижу, знаете Это очень Это вот При Жеке Вот в кружке Или там для бабушки На юбилей бабушки Ты пишешь стихотворение, да Тогда ты, пожалуйста Имеешь право Видеть там или не видеть Как угодно Ну, если ты Входишь В профессию В которой до тебя блистали И во время тебя блистают Потрясающие Большие художники Профессионалы Ты будь, милый мой, любезен Соответствовать И владеть инструментами Если ты не владеешь инструментами Сиди дома и не суйся Я прошу прощения За резкость и грубость Но я считаю Что надо все делать По гамбургскому счету Почему-то Аппендицит Любители не вырезают К счастью Ну, как бы скальпелем Нам все-таки Медицинский институт Закончить ординатуру Изучить все эти Тома по анатомии И так далее И тому подобное Это серьезно А почему-то вот Стихи писать Все считают Что кто угодно может Ребята, это не так Надо уметь Я хочу напомнить Что наша гостья Как раз таки Миланский государственный университет Закончила И Тогда еще В Советском Союзе Литературные данные В Горькове В Гнездском Закончилище И так далее Но дело даже не в том Сейчас не буду потрясать Своим послуженным списком Там как бы Я это закончила И пятый И десятый Ну что Закончила себе Закончила Мало ли народу Заканчивало Всяких разных Академий И вузов И они Не очень Не очень Плодовиты Вернее плодовиты Графома На этого хватает Но эта дискуссия Кстати очень тоже Давняя О том Можно ли научиться Поэзии То есть вот поэт Это Вот дается Человеку свыше Вот дар какой-то Или это Вот он пришел Отучился в институте И все Вот я с дипломом Я теперь могу писать стихи Свыше безусловно Поэтому творческие конкурсы Существует творческий конкурс в вуз Ну вот в театральный, например, институт Человек приходит Он же сначала проходит творческий конкурс А потом Уже единожды пройдя творческий конкурс Человек уже начинает изучать ремесло Изучать инструменты Изучать азы Ну как детки приходят в музыкальную школу в пять лет Сначала ритмика вот они проверяют Знаете, как вот стучат Там в треугольничек Слух проверяют А потом начинают развивать Потом изучаются гаммы, сольфеджио Музыкальная литература и так далее Конечно, способности изначально Конечно, божий дар изначально Но божий дар без освоения ремесла Он не очень Ну на такой козе его далеко не уедете Вот Это один из треугольничек Словно-то не продаж Потому что даже Сергей Есенин Очень быстро сменил лапти и смазные сапоги На, в общем, городскую одежду И стал запойно читать Всякие разные книжки И добирать культуры и образования Николай Рубцов Замечательный, так называемый, деревенский русский поэт Замечательный поэт Приехав в Москву, поступив в литературный институт Стал напитываться культурой Стал зачитываться, начитываться И учиться Без этого никак Без этого никак Иначе просто ты тратишь свое драгоценное время На изобретение велосипеда Потому что так можно, знаете, тучки небесные вечные Страницы с похмелья сочинить Понимаешь, а там бац, а это уже написано Бендер, да И человек расстроен Как же так, надо же А я думала, это я придумал А как вы Что вот, в принципе Опять-таки мы говорим про лайфхаки Что Италия, это же огромнейшее количество бездна Вот копни, лопаты И там Все Рим и вся античная цивилизация Куда вы в первую очередь ходили, смотрели Что впитывали Венеция Очень беспорядочно Да, ну вот все Ну я оказалась сразу же на севере Италии Поэтому вот Ну изначально север В Венеции Мне посчастливилось быть на потрясающем концерте На площади Самарко, Святого Марка Когда рухнула берлинская стена И был этот легендарный, исторический, знаменитый концерт Пенфлой Это на площади Святого Марка И мы туда поехали с ребятами И это, конечно, мурашки Я сейчас об этом говорю до сих пор Мурашки Это незабываемое впечатление Потрясающе Ну и, конечно, хотелось Хотелось всего и сразу А все это там и есть Все и сразу, пожалуйста Только не ленись Только ходи, читай, смотри А когда вы стали писать на итальянском? То есть это было Ну я знаю, что сначала это была Необходимость работы в фирме Где нужно было переводить тексты То есть там быть переводчиком Ну это было, да, коммерчески, технически Я синхронным переводчиком работала Это не про творчество Ну да, а вот когда пришло творчество То есть когда появились первые стихи? Одновременно, одновременно Все это, все как-то появилось одновременно Я вдруг ни с того ни с сего Поняла, что мне хочется Что оно пишется Само-самой на итальянском языке А как это сами итальянцы воспринимали? То есть Я не показывала сначала Я сначала держала это при себе Стеснялась А когда вот произошел этот вот перелом Что послужило причиной? Я, вы знаете, сейчас уже не помню Все это было настолько естественно И как-то само собой Одно из другого вытекало Я, честно говоря, даже сейчас не помню Я не помню, кому я показала Кому я прочитала Сейчас, правда, не вспомню Само собой Но вот потом ведь Эти итальянские тексты Исполняли действительно Дмитрий Хоростовский И Лара Фабиан И вот как это все происходило То есть вот на как они Воспринимали эти тексты? Почему вот именно Ну, эти проекты ведь Эти проекты придумал Игорь Крутой И он дал мне этот огромный кредит доверия И он пригласил меня Дежавю, да, это назывался? Да И так родился проект Дежавю И это была идея Игоря, повторяю И за что я ему бесконечно буду благодарна Всю жизнь Потому что совершенно новые горизонты Открылись И другие возможности Потому что вот эти так называемые Кроссоверные проекты Ну, прежде всего Дежавю Для Дмитрия Хоростовского Специально для него написаны Ряд произведений Как раз вот явились Тем самым золотым сечением То есть самой золотой серединой Где возможно было сочетать Свободу стихосложения То есть написание стихов По полнейшую свободу Потому что Игорь никаких передо мной рамок не ставил Кроме того, что он дал мне музыку свою И вот, собственно, вот и всё И делай с этой музыкой что хочешь И языки На которых написаны Все эти произведения Тоже Я выбирала сама Потому что там появились, например, французские тексты Которые изначально Игорь даже не предполагал Что там будет что-то по-французски Равно как и там появились и русские тексты Тоже изначально он предполагал Что это будет полностью проект на итальянском языке Ему так это виделось в начале Но я потом по мере продвижения И осваивания этого музыкального материала Мне какая-то музыка показалась уместной Звучание на русском языке Или на французском, например Что касается Дмитрия Ну что я могу сказать Совершенно незабываемый, уникальный Исключительный опыт общения С выдающимся во всех отношениях человеком Артистам Другам Музыкантам Вот артисты, они действительно Есть ли какие-то просьбы Там, например, какие-то звуки Выпиваются, например Конечно Легче там какие-то избегать Каких-то сочетаний Да Совершенно верно Это очень точно сейчас подметили Действительно Бывают Просто с точки зрения тесситуры С точки зрения фонетики Какие-то вот такие Технические, сейчас не буду Забивать голову Техническими терминами И выражениями Но да, есть какие-то моменты Которые желательно И по большому счету Необходимо учитывать Тебе в написании В процессе написания текста Периодически приходится Что-то подстраивать Подлаживать Под нужды Под удобство исполнителя Могли бы гимн написать Слова гимна Гимна чего? Ну Страны Не знаю Организации Движения Ну Движения Смотря какого Если это Теоретически Технически Да Я могу Ну Я человек профессиональный У меня в руках есть ремесло Я могу взять и написать Под задачу В общем Любой текст Мочь Я могу Другой вопрос Хочу ли я это сделать И тут я себе позволяю Огромную роскошь Я вообще Практически Знаете Всю свою жизнь Живу В какой-то Несказанной роскоши Я не делаю Ровным счетом Ничего Чего бы мне Не хотелось делать Это кстати Да Это наверное Редкий дар Вот Для человека Я как-то так Вот устроила Свою жизнь Что я не делаю Ни шага В сторону От своих Идейных Принципиальных Моральных Политических Социальных Принципов Никогда Здорово Такая тоже Я не знаю У нас очень мало Времени остается Но хотелось Вот просто Под занавес Действительно Философский вопрос Вот могут ли песни Слушают ли люди Сейчас в тексте песен Потому что Конец 60-х Все верили Что песни Могут изменить мир То есть вот тогда Ну не знаю Вот имэджин Леннона Вот считал Ну что вот да Вот он Что-то Он меняет В сознании людей Которые Переворачивает сознание Сейчас Это Ну такое ощущение Что что-то изменилось Или по-прежнему остается Я думаю Что Я думаю Что Давайте Я люблю Очень закольцовый Давайте вернемся К самому началу Нашего разговора Песня Это Это для всех Соответственно Кто угодно Может в песне Найти ровно то Что он хочет найти Потому что Имэджин Как Было Как Летедби Как Как многое другое Для сегодняшних Даже для 20-летних Людей Значит Не меньше Нежели В 60-е годы Другой вопрос Что не все В 60-е годы Отражались Как в зеркале В песне Имэджин И ровно То же самое Происходит И сегодня Вот Поэтому Каждый Находит Что-то Что-то Для себя Что-то свое В любой песне Ой К сожалению Да Нам показывает Что время Завершать разговор Лилия Виноградова Поэт и автор текстов Песен Многих исполнителей В том числе И Дмитрия Маликова И Арисы Долиной И многих Александра Панайотова Не очень жаль Что я книжку свою К вам В студию не принесла А это будет повод Еще раз встретиться Прилечу в Ригу Специально Чтобы вам Книжку подарить Спасибо Огромное Спасибо вам Что пригласили Спасибо Всего доброго На одной волне Сго